Дорогие друзья, всем добрый день! У нас новый день, и мы собираемся с Колей на Мичуринскую. Там этот детский, как-то научно-практический, психоневрологический центр. Вот, там мы пойдем к доктору, первый раз едем. Мы таки начали оформление инвалидности, уже прикрепились к поликлинике, побывали у педиатра. Правда, участковый был в отпуске, но в другом педиатру сходили, получили направление к невропатологу, сходили к невропатологу. И у невропатолога получили направление на Мичуринский. И, в общем, сегодня поедем, Ванюшка мне сегодня поможет. Сейчас он вышел погулять с Колей, потому что Коля уже штурмовал дверь со штанами и кепкой, что все, гулять, гулять, гулять. И на такси поедем, тут не очень далеко, но такси вообще близко. Вот, а так мы бы ехали на нескольких там автобусах, и это бы Коля так устал, что вообще бы там ни с кем не захотел сотрудничать. Ну, а так, надеюсь, все-таки продается нормально. Вот, не знаю, как это лет у нас в итоге сложится, потому что нам какие-то дадут еще направления там, пройти какие-то обследования. Наверняка нам нужно все-таки будет пройти еще раз эпилептолога, там, скорее всего, куча всяких еще исследований. Ой, ну, я, так сказать, морально готова. Коля уж такой крепенький, нагуливает такие круги огромные вокруг района, что просто делу даешься, как у него сил на все хватает. Вот, поэтому, в общем, начинаем такой нашу эпопею, потом эти его зубы, не знаю, может быть, тоже летом разберемся. Просто, понимаете, когда осень начнется, во-первых, всякие вот учебы, и у меня уже все помощники разбегутся на учебу. Ну, Андрей сейчас работает, и тогда будет работать. Вот, а сейчас вот у меня скоро отпуск, может, тоже мне сможет чем-то помочь. Потому что все вот эти езды с Колей, они действительно очень тяжелые. И вот одной маме куда-то ехать с особым малышом, это реально очень сложно. То есть всегда нужен какой-то хотя бы один помощник. Поэтому, знаете, вот деткам, которым уже дали инвалидности, им, в принципе, полагаются путевки на реабилитацию там раз в год, путевка ребенку и маме. Но на самом деле, маме с ребенком очень тяжело. По-хорошему, надо две взрослые путевки на одного ребенка. Потому что взрослым надо, как минимум, ходить в туалет, мыться, вообще что-то делать. Если он прилипший к ребенку, он, ну, это же необычный ребенок, он требует прям всего внимания. Поэтому, мне кажется, тут что-то недосмотрели. Все-таки поэтому многие мамы и не ездят, именно потому что, ну, или кто-то просто доплачивает путевку еще одному взрослому или там детям старшим. В общем, как-то так это. Не такая сильная помощь. Хотя, конечно, спасибо, что это, в принципе, есть. Вот. Надеюсь, мы все, что нужно для инвалидности, пройдем за лето. Я еще очень надеюсь, что будут нас все-таки интервалы на куда-то съездить. Все-таки я еще не до конца потеряла надежду доехать до Питера. И еще тоже не до конца потеряла надежду доехать до дачи. Ну, мы все равно время не теряем. Сейчас у нас жара, плюс 30, грозы бывают периодически. Мы тут по району гуляем. Коля прям, знаете, так окреп, он очень много проходит. То есть не каждый взрослый столько пройдет пешком. На качелях нам понравилось кататься. Там такие качельки классные. Они вот у нас, ну, недалеко от метро Ясенева, там построили такой комплекс ледовый, спортивный. И за ним благоустроили пустырь. И там такой прям, можно сказать, бульвар. Там площадки для детей, для собак. И кинотеатр под открытым небом там такой у нас со сцены. И вот качели очень классные. Там прям так качаться, качаться классно. На них они большие. Там мы с Колей рядом садимся. То есть взрослые на таких качелях себя как ребенок может почувствовать. Прям вау. Так что спасибо, кто вот так благоустраивает Москву. Это, конечно, потрясающе. Я надеюсь, что такие меры благоустройства распространятся на все города России. Потому что, мне кажется, ну, всем людям надо как-то радоваться, иметь места для отдыха. Вот. Так что мы, ну, гуляя, мы как-то проводим лето и сейчас. А, вот. И Коля стал получше спать. Ну, так как очень много гуляет и загорает. И он действительно где-то бывает в 12 уже засыпает. Бывает в 12-30. Ну, видите, уже не в 2 ночи, уже пораньше. Уже хорошо на даче. Точно уже в 11 засыпал. Ну, ничего. Тут тоже хорошо. Надеюсь, получится. Надеюсь, все-таки съездим. Вот. Так что пока планы у нас такие неопределенные. Поэтому буду периодически выходить к вам на связь, делиться, как у нас, что происходит. Я, кстати, в одном из последних видео делилась этот, как это называется, бал. У нас был троицкий бал. В общем, тоже вам там показывала, как все было. Покурно ускармливаем большое видео сняла, которое вам обещала. В общем, если вы что-то пропустили на канале, заходите, смотрите. Потому что вот такие всякие полезности я в последнее время тоже сняла. Ну, все. Мы с вами поехали. А вы смотрите видео. Котик качается. Такой качуля. Вот так выглядит кинотеатр под открытым небом. Вот видите, какой экран. Он надувная конструкция. Знаете, такой моторчик там постоянно поддувает. В общем, похоже, как на батуты. А спереди там белый экран и вот проектор. В общем, так все настраивают. Так прикольно. Вот такой получается экран. Вот. И на него будут проецировать. Ну, кстати, не знаю, хорошо ли будет видно. Потому что сейчас светло. В прошлый раз как-то не очень ярко было. Ну, посмотрим. В общем, мы тут слезли с качелек и идем. Да, Коль? Вот. С Ванюшкой, с Колей. Да, и тут вот колонки и будут фильм показывать. Ну, а тут такие эти сидения. Можно садиться. Кстати, тут такие прикольные покрытия резиновые дорожки. Вот судя по заставке. Ну, а мы собираемся с Ванечкой, с Колей съездить, вот, как я вам говорила, в центр на Сухаревской. И я с утра, у нас было благовремя, Коля прям пораньше встал, решила погладить одежду, в которую поеду. Я с вами делилась, по-моему, в Телеграме, что очень удачно я купила платье-футболку в Остине. Слушайте, такая модель классная. Во-первых, цвет, вот, для моей внешности, да, такой вот светло-полупрозрачный, очень редкий, удачный цвет. Обычно цвет более какой-то бывает, более темный, более насыщенный. А он такой нежный, какой-то карамельный, светлый. Ну, прям вот моя любовь. И с моим поясом, так, кстати, классно смотрится светлым. И плюс форма, знаете, она такая прям приятно просторная. У меня 52 размер, ну, так, знаете, с тенденцией к 54, это 52 размер XL. Но он сидит прям просторненько, нигде не обтягивает, очень удобно, карманы есть. То есть я прям в восторге. Так что, если вам нужно платье-рубашка, и у вас похожий на меня цветотип, да, вот цвет кожи, волос, вам тоже идут такие нежные светлые оттенки, вот прям пользуйтесь, это прямо редко, что и фасон, и цвет, все так совпало. И плюс вообще вот такой тип одежды очень трендовый сейчас, прямо модные все эти платья, футболки, такие простые формулы конечные. Вот, и я его люблю носить с накинутым сверху таким кимоно, ну, такая, как платье-рубашка, такого нежного цвета, с такой тканью, типа шифона, очень приятный, полупрозрачный. Сейчас я поглажу это платьишко и покажу вам. Ну, вы, правда, уже видели не раз, и, кстати, в начале видео видели меня уже в полном комплекте. Ну, в общем, вот, все наглаживаю, надеваю пояс, теперь я решила действительно платье носить с поясом, и Андрей мне говорит, что мне прям идет. Ну, на самом деле так как-то и стилист советует, так что, в общем, ношу. И тут мне, видите, очень нравится сочетание платья и пояса, они в похожем оттенке, только платье понасыщеннее, а пояс посветлее, и они так гармонично переливаются. И к такой вот нейтральной базовой гамме очень хочется какого-то цвета добавить, и я люблю, конечно, вот, и такой, ну, такого плана розовый, но такой люблю, знаете, именно нежный, полупрозрачный, потому что более насыщенные цвета, они очень спорят с моей внешностью, ну, потому что я такая светленькая. Вот, так что вот, глажу, и, кстати, я вам не раз показывала свой парогенератор, как же я его люблю. Ну, конечно, я смотрю, что сейчас в магазинах, например, да, используют такие вертикальные парогенераторы, но, в принципе, у кого есть место для такого, для такой установки дома, тоже удобно, что ты ее, она у тебя стоит вертикальная, повесил на плечи какую-то одежду, погладил, там просто, ну, более мощный, чем такой походный вариант парогенератора. Что у меня есть парогенератор такой ручной, но он, знаете, очень туда мало воды заливается, и только на одну вещь хватает, и такую небольшую, поэтому, конечно, есть получше вертикальные отпариватели, но у меня просто некуда его поставить, а вот этот у меня хранится в шкафу, в коридоре, и гладильная доска там же хранится, поэтому в итоге все удобно. Ну, сейчас я все поглажу, померю и вам покажу, и еще с вами вместе уберем, сложим эти все конструкции, потому что вот парогенератор, там, единственное, что в плане ухода с ним нужно делать, это вначале налить воду, я всегда фильтрованную наливаю, и потом все это дело вылить, чтобы не стояло с водой, чтобы подольше хорошо служил. Вот, и периодически он сигналит, когда нужно провести очистку этих вот всех путей, такая специальная прям, усиленная подача пара в специальном поддоне, но он всегда сигнализирует, там есть такая кнопочка. Вот, а так обычно просто вот пользуюсь, и так здорово, что можно гладить ткани совершенно разные по текстуре, не меняя никаких режимов температурных, ты ничего не сожжешь, ничего не испортишь, и даже можно даже вот на такую тонкую ткань поставить парогенератор прямо на нее и уйти, и она не прожжется, представляете? То есть это, конечно, шаг вперед по сравнению с обычными утюгами, вот, ну, до вертикальных парогенераторов таких профессиональных еще не добралась, просто из-за территории, территориального пространства, вот, но так мне нравится, и все, надеваю платьишко и готова ехать с Колей, только сейчас надо все убрать. А еще, девочки, хотела с вами поделиться, ну, таким, знаете, не знаю, предупреждением, а вы поделитесь в комментариях, как вы с этим справляетесь, боретесь, но, думаю, для всех не секрет, что сейчас мошенники атакуют постоянно по телефону, делают так, что люди им переводят свои деньги, даже кредиты берут, им это все переводят, а потом сами в долгах, как в шелках, и нам часто кажется, что, ну, может, человек какой-то неопытный, вот, обманулся, во что-то поверил, а на самом деле, сколько я вот уже знаю случаев, попадаются люди совершенно разумные, вот их так не обманешь, то есть логика их вообще не противит, и причем даже люди, которым о таких же схемах мошенничества, вот, недавно рассказывали, они прям в курсе, они взят, но, когда они начинают говорить по телефону с этим мошенниками, они начинают вести себя очень странно, очень нетипичные для себя вещи делать, ну, нам кажется, что это какой-то или гипноз, или там НЛП, ну, не знаю, мне кажется, НЛП все равно не настолько действует, ну, в общем, может быть, даже какое-то, знаете, облучение включают, ну, как звуковое, но которое не считывается, ну, не слышно ухом, а влияет на мозг, ну, потому что просто люди зомби, такое творят, и остановить их можно только реально за руку, то есть оказавшись рядом, выключить, отобрать телефон, то есть нужно прервать эту связь по телефону, потому что с этим телефоном они идут, потом всякие кредиты набирают, все это раздают, ужас, какие-то там пароли от госуслуг сливают, и там через госуслуги, там куча этих микрокредитов, займов на них берут еще, ну, в общем, такое творится, поэтому я в последнее время поняла, что чтобы, ну, как-то себя обезопасить, я просто вообще не отвечаю на незнакомые звонки, Андрей сказал, что не отвечает на звонки, которые там с девяток начинаются, ну, потому что проверено, что мошенники, я, знаете, тоже так обратила внимание, а, вроде бы говорят, есть Яндекс-определитель номера, и он так немножко помогает в этом, а я заметила, у тебя там кот под ногами, машинку катает, сейчас вам покажу, о, кот с машинкой, Коля, ты там катаешь машинку, да, привет, скажешь всем, их, их, герой дня у нас сегодня, ну, вот, и поэтому, короче, я просто, знаете, то, что надо, говорю, если видишь, ну, слышишь, что там не кто-то кого-то ждешь, звонить, надо сразу вешать трубку, ни вообще никаких обсуждений, это просто прерывать контакт, но вдруг они с первой секунды как-то влияют, поэтому лучше вообще не брать, и я, ну, реально не беру незнакомые номера, и Надя же заметила, что эти номера, которые явно подозрительные, ну, или реклама, или мошенники, они на автомате звонят, то есть ты не взял один раз, и он тут же второй раз перезванивает, а бывает так, что позвонил, а потом тут же, как будто бы он же перезванивает, а номер уже другой, то есть у них с каждым звонком меняются номера еще, мошенники есть мошенники. Вот, о, что-то я еще хотела сказать, ну, вообще вот так я борюсь, если у вас есть какие-то проверенные лайфхаки, делитесь, потому что прям началось быть очень аккуратным, тоже я заметила, что люди, которые, ну, попали, они, знаете, ну, не в таком шоке, они особо ни с кем не делятся, может, и к самым близким людям, и как-то, вот, я даже не знаю, помогло бы людям или нет, чтобы это как-то обсуждалось широко, эти истории рассказывают, что очень много людей так попало, лишилось, там, не знаю, свои... А, еще говорят, что периодически юристы тоже в этой схеме участвуют, и люди лишаются своих вообще там квартир единственных. Короче, девочки, будьте бдительны, Бог вам в помощь, вот, так что надеюсь, просто у нас бабушка наша попала в такую ситуацию, мы сейчас ей стараемся помочь, и это прям, знаете ли, у меня сейчас такая тема очень волнительная, я стала видеть, сколько этого происходит в мире, и с какими людьми происходят, с которыми ни в жизни подумаешь, что такое может случиться, поэтому будьте бдительны, в общем, берегите себя и своих близких. Дорогие друзья, мы катаемся с Колечкой на качельках, да, Коль? Вон, тут сидит шапка, да, Коль? Привет! Вот, в общем, мы тут таких, любимое наше местечко. Вот, пока шли, я тут изучила сайт, там опыт одного юриста, кто лично столкнулся с мошенниками, на его отца была атака, и еще хотела поделиться, ну, что новенького я там такого вычитала, узнала, добавить к тому, что вам уже рассказывала про мошенников. Знаете, конечно, там интересная история получается, что тема, получается, у последних вот этих самых эффективных мошенников у всех одна, но люди, даже знающие про нее, попадаются. То есть все, кто прям вот такую схему знали, в этот момент, ну, говорят там, не знаю, что ли там, ну, почти сразу включаются какое-то такое на них воздействие, что действительно они, ну, ну, зомбируют людей. И это вообще не зависит от интеллектуального уровня, опыта. Может попасть любой человек, если он будет их слушать. То есть важно прерывать контакт или лучше вообще не брать трубку. Ну, так вот, как бы о том, что я такого новенького услышала, ну, во-первых, что эта атака обычно длится не один день, то есть может дня два. И человек действительно почти все время на телефоне, но он очень подавлен и в промежутках тоже беспокоен, испытывает чувство какой-то такой беспомощности. И, в общем, вот это, наверное, тоже как-то сказывается. Вот, потом, ну, то, что остановить можно только физически человек, потому что он ничего не слышит, и в себя приходит только, когда все заканчивается. Ну, и там еще было сказано, что, значит, вот, ну, жертва, да, вот как бы кто пострадал, очень нуждается в поддержке. Ну, это как бы так логично, но еще психологически, потому что такой станет подавленности какой-то вообще-то не понимаешь, как-то с тобой произошло. И кто-то из других людей может тоже как-то, знаете, ну, так посчитать, что, ну, типа, сам виноват, там, послушал мошенников. Нет, там, это зомбирование, это не просто разговор, там, никакой логики. Вот. И еще там было сказано, что если все-таки есть, ну, желание как-то оспорить это все в суде, то нужно, как бы, не начинать какие-то действия с банком без юриста. То есть очень важно правильно писать заявление в полицию, правильно в банк, то есть потому что на каких-то этапах иногда можно, ну, навредить себе. Вот. Так что вот это вот важно. И если вот тоже идти в полицию, лучше всего, чтобы родственник шел с человеком, и не только родственник, еще адвокат, потому что родственника, ну, как бы, допрос, он не при родственнике происходит, а адвокат будет рядом и поддержит, проследит, чтобы все правильно было записано. Потому что человек, он не может сам за себя постоять, сам себя защитить, он очень подавлен. Первые дни он просто вот, ну, совершенно такой, в нереальном состоянии. Тоже надо быть аккуратными в плане даже юристов, не попасть на мошенников, то есть только там как-то через знакомых, проверенных, какие-то надежные адвокатские конторы. Ну, в общем, такая история, знаете, непростая. И тоже там момент, некоторые говорят, что, да, можно банкротством, да, вот этим, что самое страшное, не то, что и накопления заберут, ну, начнешь копить дальше. Ну, в конце концов, это, конечно, ну, все мы знаем, там, 90-е, как все теряли, но то, что кредиты, эти мошенники заставляют брать, и за такие суммы, то есть ты потом, ну, не копишь дальше потерянные деньги, а ты продолжаешь их отдавать, то есть мошенничество продолжается, ужас. Вот, поэтому, в общем, есть все, что, кстати, банкротство. Важно тоже не торопиться с этими мыслями. То есть это подойдет только тем, у кого вообще нет никакого имущества. То есть нету ни квартиры, ни дачи, ни машины, то есть ничего нет. Вот такому человеку подойдет банкротство. Тогда ему не придется всю свою зарплату и пенсию отдавать на погашение вот этих вот мошеннических кредитов. Вот. В общем, такая история, она, конечно, грустная, но, знаете, мне кажется, об этом надо говорить, потому что все, кто попал под это вот мошенническое влияние, они, знаете, они об этом не рассказывают. Об этом только могут говорить их друзья. Да, близкие, что вот, а мы слышали нашего родного, то же самое было. Потому что люди очень подавлены. И получается, что это огромная частотность сейчас этого происходит. И никто, собственно, ну, я, кстати, не знаю. Ну, вот мы сейчас хорошего юриста нашли, будем сейчас с ним работать. Я надеюсь, может, и чего-то добьемся. Ну, если что, потом как бы финалом с вами поделюсь. Ну, просто, знаете, это для опыта, потому что, мне кажется, человеку важно понимать, что он не один. И остальным людям понимать, что это часто, и везде, и каждый может попасть. То есть это вот, говорить, что он, я умный, не попадусь. Нет. Главное, старайтесь не говорить с ними. Просто не брать свой телефон. Или тут же бросать трубку, если этот звонок вы не ждали. Все нормальные организации, они вам напишут, если что. И через сообщения в банковских приложениях. Никто не будет вам звонить, или там что-то сообщать. Это все мошенники. Ну, реально, логика не помогает, поэтому не берите телефон, и вдохранит вас Господь. Ну, в общем, за нас помолитесь, чтобы мы смогли помочь нашей бабушке. А насчет нашей поездки с Колечкой. Мы были вот у невропатолога, вот в этом центре на Мичулицком, этот научно-практический центр детской неврологии. Вот. И мы, в общем, получили направление на реабилитацию, но мы попросились в дневной стационар, потому что там предложили у них лечь, но лежат в больнице. Коля там всех поставит на уши, и спать не даст никому. И ему тоже будут это мешать. Поэтому, ну, это не вариант. Поэтому мы когда сказали, что у нас именно со сном будут сложности, нам предложили, что вот есть на новых черемушках дневной стационар, и мы решили, что нам это удобнее, лучше. И вроде бы там уже будет и психиатр. То есть, ну, чтобы, знаете, вот разные специалисты посмотрели. Наверное, сейчас мы не будем какого-то другого психиатра искать, а мы, наверное, дождемся того на реабилитации. И еще нам надо только... Нам еще назначили дали направление к эпилептологу. Пойдем 22 июля. И еще, чтобы нам к нему прийти, нам нужно будет, как это называется, в общем, видео ЭГЭ, мониторинг во время сна. И нам это наша знакомая давала координаты, ну, в общем, что можно на дому это сделать. Правда, это будет стоить деньги. Уже 25 тысяч. Вообще такие деньги просто... Еще пока мы инвалидность не оформили, это, конечно, так бьет по кошельку. Вообще, даже не знаю. Но все-таки это будет наиболее нам всем удобно. Потому что где-то вот ночью госпитализироваться, чтобы вот это все сделали. Ой, ну, мне кажется, я просто сама не выдержу такой нагрузки. Поэтому, в общем, попробуем, наверное, такой вариант. Ну, будем спрашивать. Вдруг кто-то из родных нам сможет помочь. Или у Андрея как-то будет возможность. В общем, посоветую с ним. Но вот надо будет это видео ЭГЭ сделать. Еще надо будет доехать до нашего эпилептолога, которого мы давно не были, забрать наши диски этих МРТ. Вот. Ну, собственно, и все. Вот такой план. Так что буду держать вас в курсе, как что у нас дальше будет. И, кстати, так порадовалась, что Коля в этой поездке хорошо ехал на машине. Мне прям нравится смотреть на машинке. Вот эти вот в окошко. Так что теперь мы, наконец, можем ездить на машине спокойно. Ура, ура. А то раньше это было такие вообще страдания. Но теперь, наконец, это все стало хорошо. Вот, видите, катаемся. Котенок, как тебе кататься? Солнышко. Вот тут тенек, а тут раз солнышко. Тенек. Солнышко. Да, хлоп. Поле нравится. Вот так качаемся. Видите, у нас вот такая панорама. Вот так качаемся. Вот. Не знаю, увидели ли вы. Развернула телефон. Вот. Купили мы в Перекрестке разные ягодки, фрукты. Сейчас вот вымачиваю в здоровом саде. Знаете, они... Был период, мне прям не нравились из Перекрестка. Ну, как-то там все такое не очень приходило. Помятая. А вот сегодня прям хорошая, качественная. И клубника прям на удивление. Такая целенькая, крепенькая. Прям видно, что вот вся в еду и пойдет. Еще взяла вот крыжовник попробовать на ощупь. Такой плотненький. Коля, кстати, заинтересовался. Хотела сразу из упаковки поесть. Вот. Черника тоже такая прям приятная на вид. Полкило взяла упаковку. Хорошая. Нет помятых. Так что прям вот довольна вот этими. Из Перекрестка фруктами и ягодами. Вот груш, кстати, прикольный. А это такая черешня, такая, с желтым бочком. Вот. Так что мы отчего и будем кушать. Все-таки лето. Хочется витаминизироваться. Девочки, еще сейчас я начинаю уборку. Прям с утра пораньше. Коля пошел с Ваней погулять. У нас сегодня, честно, обещают такую непогоду. Прям с градом, с грозой. Ну, со всеми делами. Ветром, дождем. И поэтому с утра погулять, конечно, лучше. И плюс, ну, мне лучше, чтобы все вышли. И я смогла, наконец, убрать пол. Потому что, так как у нас много людей, много мебели, мне надо мебель поднимать с пола. Ну, в общем, освобождать пространство. Вася мне осталась помочь, помочь убрать с пола. Я сейчас тоже доубираю с пола. И сначала подметаю своей шваброй такой обычной. Сметаю мусор. Потому что дальше буду мыть моющим пылесосом. И, ну, чтобы он не забился слишком быстро этой пылью. И эффективно работал. Сейчас вам покажу свой фронт работы. Ну, вот у меня на кухне, видите, я подняла все, что можно на стол и на скамье. Чтобы больше было свободного пола. И не надо было мебель двигать. Вот, я уже подняла. Вот такой у меня вот мой веник. Швабра. Там уже, смотрите, с одной кухни. Так, видно, нет? Ну, там прям реально очень много этой пыли. Это еще одно помещение. Сейчас еще со стальных на металл. Посуду буду мыть потом. Главный вид тоже убрала ее со стола. Ах, вот. Коридор тоже вот тут я освободила. Сейчас буду подметать. И сейчас дальше вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот я подмела все с пола. В общем, полный метод совок. Сора сейчас выкину. Их хотела показать. Мы освободили пол. То есть, вот, свободный пол в коридоре. Свободный пол подметенный в спальне. Естественно, лежит на кровати разные предметы, мебели, вещи, которые были на полу. Вот, тут все максимально свободно и подметено. Так что, еще вот в детской у нас тоже. Это был главный завал. Но вот этот завал будем разбирать потом. Тут вещи на дачу, на отдачу. В общем, тут такая сортировка. Сейчас не трогаем, потому что иначе не успеем. И ковер. Встряхнули, освободили. Вот, видите, даже, кстати, вещище видно, что стал пол. Но я, кстати, вам картинку до не показывала. Но это картинка до, что мы все убрали и подмели. Вот, и тут опять-таки, видите, сверху на кровати какие-то штуки лежат. В общем, сейчас я все это буду пылесосить, в общем, пылесосом. И сразу будет чистенько. И, надеюсь, до прихода Вани с Колей, Миши мы все успеем. Сегодня я буду именно пылесосить, убирать пол. Ну, и, в принципе, у меня можно назвать эту уборку часом уборки дома. Ну, потому что надо убрать, пока гуляет Коля. То есть, это час времени. Но, знаете, я, правда, прям долго вот так не пылесосила. Прошло много времени, поэтому ссора пыли на полу было много. И я не убирала пыль на открытых поверхностях в этот раз. Ну, у нас, естественно, немного открытых поверхностей. Все чем-то занято в основном. Вот, а пол у нас самая большая открытая поверхность. Так что вот я его как раз и убирала. Ну, и плюс добавила уборку сантехники. То есть, это тоже такая база. То есть, там зеркало, унитаз, раковина. Ну, то есть, это такое то, что делает, собственно, ощущение чистоты в доме. И вот, собственно, своим пылесосом. Пылесош уже по подметенному полу. Потому что, знаете, я как-то вот проверяла, что если пол не подмести, а давно не убирал, то есть, там прям много этой пыли, прям клубами так наметаешь. Очень быстро забивается вот фильтр в этом пылесосе, и вот бак здесь для сора. И приходится его вытряхивать там несколько раз за уборку. И мне удобнее просто, так как я все-таки мою пол, то есть, я не только пылесошу, мне удобнее сначала подмести, а потом все пылесосить. Но я подметаю, ну, без фанатизма. То есть, там что-то остается. Но именно вот эти клубы пыли, чтобы их не было. И прям, знаете, когда много песка, чтобы тоже не оставалось. Вот, на кухне я все мою почательнее, потому что кухня такое место, где все время готовят, едят, что-то капает, проливается. То, что я вижу, я сразу вытираю. Но на кухне не я одна бываю. Какие-то ляпы у нас остаются. Вот, поэтому вот я тут, видите, активно мою. Отодвигаю даже наши мусорные баки. У нас в мусорные баки, я вам рассказывала, да, стоят два, они еще и киевские. Один для чистого мусора, для перерабатываемого, а второй для неперерабатываемого или грязного. Ну, то есть, там, продукты, что-то такое. То, что, ну, не переработается. И я вам уже рассказывала, я изучала эту тему, как в Москве происходит сортировка мусора. Я доверяю этой компании, которая этим занимается. Они, смотрите, такие молодцы. Они не только сортируемые, ну, перерабатываемый мусор разбирают, но неперерабатываемые тоже. Теперь самая важная функция вот этого вот нашего пылесоса, это самоочистка. Нажимаю вот на эту кнопочку, и оно сейчас помоет саму насадку. А в ванной мы не только помыли пол, ну, и сейчас я стираю вот в стиральной машинке ковер из ванной зелененький и ковер из кухни. Ну, что ж, больно, он грязный. Просто пылесосить его будет явно мало. Он, конечно, старенький уже крошится, но раньше мы его вообще спокойно в стиральных машинках стирали. Он выдержал очень много стирок. Ну, так он и киевский, заменить его не на что. Так что, в общем, хотя, конечно, сейчас, наверное, продаются киевские ковры где-то вот на маркетплейсах. Подумаю, может, в итоге заменим. Но пока пользуемся им. Он до конца еще осыпался, вернее, вот эта резиновая нескользящая подложка снизу. Ну, в общем, пользуемся. Вот, и заодно, кстати, перестал шуметь пылесос. Сама очистился. Пылесос почистился и сама очистился в том числе. Четочка уже стоит, сохнет подставочки рядом. А все насадки я помыла вручную. Поэтому, конечно, пылесос, он просто два в одном. То есть, теперь пылесосит и помоет достаточно хорошо. Но потом, конечно, надо чистить вот все вот эти детальки, вычищать, вымывать. И основную его часть тоже надо немножко помыть. Так что, ну, хлопотно. Не скажу, что это очень легкий уход за пылесосом. То есть, не совсем уж он сам все чистит. Но все равно мне помогает, и мне с ним удобно. Если бы уборку я проводила чаще, то в час уборки дома в ходе там протереть все зеркала. Но в этот раз я именно это большое протерла, так как Коля его все время трогает, но все время заляпанное. И зеркало ванной. Так вот по всем зеркалам в доме не проходило. Но все-таки чистое зеркало, это прям, знаете, сразу ощущение чистоты и простора. Когда там всякие ляпы, это прям очень бросается в глаза. Но все-таки приятно иметь дома такое зеркало в полный рост. Так рада, что нашли для него местечко в коридорчике. Правда, конечно, напротив туалета, но все равно это еще и по фэн-шуй важное место. Так что все совпало. И фэн-шуй, и практичность. Ну и теперь я достаю из туалета новое Коля на сидение, накладку на туалет. Коля его, знаете, бракует. Ну как бракует? Он нравится в нем сидеть, в смысле удобно. Но он просто не хочет долго сидеть в туалете. Причем даже, вы знаете, выяснили, что он боится звука вытяжки вентилятора, которая работает в туалете. И мы уже стали его сажать, не включая свет. Потому что у нас свет включается сразу с вентилятором, с вытяжкой. Вот. Так ему приятнее сидеть, не бунтует. Ну так посидит и дальше все-все, вставай, поднимайте меня, я пошел. Ничего делать в туалет не соглашается. Вот я сейчас мою туалет. Унитаз решила вам показать. Сначала таким средством амвеевским для унитазов. Оно мне, кстати, больше нравится, чем большинство этих распространенных моющих средств. Потому что средства эти обычно очень вонючие. Хлоркой там пахнут. Такие прям. Амвеевское у него более приятный запах. И оно менее химическое. Мне нравится. Отмывает хорошо. И дальше я спрыскиваю специальным средством для мытья ванных комнат. Тоже амвеевским. Оно такое разведено у меня. Разводим в фульбризаторе с водичкой. И его просто вот насухо вытираем микрофибровой тряпкой. Этого достаточно. То есть микрофибра в себя все впитывает. А это средство такое еще биоразлагаемое. В общем, его не остается на туалете. То есть ты не чувствуешь, что что-то осталось. Все чисто и аккуратно. Так что такая у меня быстрая достаточно получается уборка. Я всегда так мою унитаз. И мне это очень нравится. Единственное, конечно, если буду работать в зоне унитаза, у меня будет задача прям очень тщательно его отмыть. Тогда я дополнительные всякие штуки включаю для более тщательного отмывания. Но при регулярном мытье унитаза этого достаточно. Ну и наконец смываю то, что внутрь нанесла. Так что теперь унитаз прям чистенький. Осталось помыть пол. Я протираю с таким же средством основанием унитаза. Потому что у него, знаете, прям много какой-то пыли налипает. И плюс пол. То, что такие узенькие проходы, швабры здесь не очень, залезешь. А вот так вот рукой тряпкой прям очень хорошо. Ну, в принципе, если раз в неделю так мыть, то все здесь чисто и аккуратно. Ну что, девочки, закончила наводить уборку. Помыла посуду. Все, пол чистый. Поверхности тоже все приличные. Протерла еще, кстати, экран нашего компьютера. А то Коля опять его успела заляпать. Несмотря на то, что я недавно прям, знаете, так все намыла. И сам экран. И протерла клавиатуру. Ну и мышку. Все такое чистенькое. Ну вот, были заляпы, так что отмыла. И покажу, что еще у нас пока все чистое. Зеркало чистое. Ну, ванна, туалет, соответственно, тоже. Все чистенькие. Вот, тут я все, знаете, на самом деле очень долго именно порядок наводится. На все тряпки постирать. Пыль же везде натряслась от тряпок, от всяких там вещей каких-то. Тоже надо все промыть. Вот стульчик, ведерко. Все промыла. Промыла раковину, зеркальце. Вынула одну стирку. Загрузила. Ну, там я вам показывала. Стираются еще эти коврики. А наверху, вот, на Лиану скоро развешутся, как-нибудь-то. Вот. Но в коридоре тоже порядок пройти можно. Поверхности тоже достаточно свободные. Вот. В этой комнате тоже, видите, кровать разгрузила. Кровать это главный наш склад. Всяких вещей таких, которые временно у нас куда-то кочуют при уборке, при разборе. Вот. Там все чистенько. Тут у ребят чисто. Уборку не наводила. Видите? То есть, это не генеральная уборка. Какие-то поверхности, куда она прям разбирает, думать оставила. Но что все, за раз не успеть. У меня сегодня, так называемый, час уборки дома. То есть, это полы и пыль. Самое главное. И вот, кстати, уже возвращаются наши гулионы. Открывается дверь. Так что сейчас будем встречать, как-то там. Миша в итоге. Или Ваня с Колей. В общем, идут, ребятки. Ваня с Колей идут. Ванюшка, привет. Олечка, заходи. Ты погулял. Довольный кот нагулян и вернулся. Коль, садись. Будем ботиночки снимать. Садись. Вот. Гуляли. Да, Коль? Ну и тут результат уборки. Вот. Освободила кровать. Ну, Вася на лежбище. Вот тут. Вот. В общем, все чисто и удобно. Эту гору не разбирала. Потому что не генеральная уборка. Но полы, видите, чистенькие. Прям красота. И у нас работает кондиционер. Ну что жара. Плюс 30. В общем, вот в этой комнате работает. Охлаждает, по сути, весь дом. Ну, в общем, вот такие у нас дела. Дорогие друзья, я вот всю уборку закончила. Погуляла. Сейчас иду уже домой отдыхать. Была очень рада провести это время с вами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Сейчас еще чуть-чуть вам хочу рассказать. Совсем немножко. Ну вот насчет все тех же мошенников. Что знаете, как я понимаю, сейчас действительно взламываю часто в социальной сети. Нейросеть может имитировать, скопировать внешность человека. Может скопировать голос. И то есть вы будете полностью уверены, что разговаривать с этим человеком – это нейросеть. Поэтому мне кажется, если какие-то, ну, немножко смущающие вас какие-то вопросы, особенно касающиеся каких-то кодов передач, каких-то денег, по-моему, надо просто прервать разговор, сказать, что вы перезвоните. И позвоните этому реальному человеку. Ну, раз вы его знаете, что как-то он может к вам обратиться за деньгами или еще чем-то. И звоните не по мессенджерам, а по обычному телефону. И часто, знаете, вот эти мошенники, они, как я поняла, взламывают, ну, кого-то и звонят от его имени в тех случаях, когда абонент вне доступа сети. То есть когда он где-то, где не может поговорить по телефону, вот они в этом время как раз пользуются, всем все рассылают. Поэтому, если вдруг, не дай бог, меня кто-то взломает, будет вам чего-то в город ссылать, какие-то деньги просить, не верьте. Я никогда у вас ничего не прошу. Если вдруг мне надо будет что-то попросить, я скорее договорюсь о личной встрече, и мы лично поговорим. То есть вот так вот, ну, если что-то такое придет, то точно не я. Голос может быть мой, но это не я. Так что проверяйте, не верьте никому. Время, конечно, такое, такая информационная война идет просто. Ну, даже страшно становится. Ну, я очень надеюсь, что как-то Господь будет нас хранить. В общем, будем, девочки, молиться, чтобы как-то все от нас миновало. Вот, в общем, такие дела. Такой у меня получился влог. Дни, конечно, волнительные, переживательные. Я еще в школе, ну, эту эпопею затеяла с инвалидностью. И теперь, наконец, поняла, куда мне нужно идти. Нам надо сейчас добраться до участкового психиатра в как-то районном ПНД или что-то такое детском. Так, понимаете, теперь тоже проблема в Москве, даже не знаю, как записаться. Там запись только онлайн через Сухаревский центр. А те, кто уже раньше меня подали заявку, говорят, что ничего на нее нет, никаких сигналов не приходит. Поэтому, а телефонов там нет. Причем, даже не знаю, может быть, буду выяснять, где территориально находится диспансер. Идти туда сама ногами и пытаться вот вживую у людей узнать, как записаться. В общем, век цифровизации мошенники пользуются шикарно. А обычные люди вот все время такие просаки, как я, попадают. В общем, не знаю, что делать, но надеюсь, как-то все сложится. Потому что сейчас лето. Хочу, знаете, побольше успеть всего сделать с Колей. Потому что сейчас есть у нас наши эти помощники дома на каникулах. Может, когда будет учебный год, я буду одна. И мне будет просто физически с Колей так не справиться ездить по всем этим мероприятиям. Ну все, дорогие друзья. Ой, ведь ветер поднимается, скоро же будет гроза. Вот, очень вас всех люблю, рада видеть. Приходите еще к нам в гости. Вот вам всем хороших выходных, хороших каникул. Чтобы лето вас радовало и мошенники вас не одолевали. Вот, благополучия, счастья всей вашей семье. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова